Всем привет! В прошлом году мы делали такое вот видео, там, ошибки, 7 больших ошибок, там, за последний год, да, то есть, и это было не совсем новогодное время, но я решил, что это хорошая привычка делать каждый новый год, вот. Есть древняя в Месопотамии, в древней Месопотамии была такая традиция, что король Месопотамия в их Новый год выходил за городом, и верховный жрец делал такой ритуальный удар ему по щечину, такой, и он вставал на колени перед жрецом, и должен был рассказать, в чем он провинился, то есть, какие он совершил ошибки за этот год. Вот, я считаю, что это хорошая такая традиция рассказать о своих ошибках, ну, и тоже, потому что в прошлом году, или в позапрошлом году, или полтора года назад, где-то так, приехал один человек и сказал такие слова, Джастин, я смотрю на YouTube, что у вас там все так прекрасно, хорошо, все получается, вот, а приезжаешь в реальную жизнь, и реально вижу, что у вас есть, ну, всякие разные трудности, с которыми вам приходится бороться и преодолевать. Я думаю, что для равновесия, наверное, это хорошо, иногда признаться или рассказывать, наверное, о своих каких-то ошибках, вот. Так же, потому что я, наверное, хочу, чтобы вы их не повторяли, да, то есть, поэтому какие-то ошибки, которые были совершены нами за предыдущий 2018 год. И, вот я хочу еще вот один момент сказать, когда я говорю, что я сделал ошибку, ты можешь не писать об этом в комментарии, «Эй, ты дурак, конечно, там надо было не так и так делать», ну, потому что я сам знаю, я же только что сказал об этом. Поэтому можешь не тратить свое драгоценное ограниченное интернетовское время. У тебя она еще не ограниченная? Ну, поставь на телефон, ограничитель, вот, и будешь меньше дурацких комментариев писать. Ладно, это было для тех, которые пишут дурацкие комментарии, у нас есть очень многие люди, которые пишут хорошие комментарии. Ну, я все, приступаю к своим ошибкам. Ошибки 2018 года! Хорошо. Первая ошибка, наверное, это была, была первая ошибка, это связано с дровами. Первый год мы строили, 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 строили и надеялись, что мы за первый год запустим производство и не готовили дрова и не строили дроведник, потому что, ну, надеялись отстроиться. Второй год то же самое повторилось уже второй раз, да, то есть, когда ты делаешь ошибку первый раз, вот, это ошибка. Когда ты делаешь то же самое ошибка второй раз, то есть, да, признак дебилизма, это когда ты делаешь то же самое и ждешь другой результат. поэтому в этом году мы не будем повторять эту ошибку есть такие вещи системные допустим да которые на которые ты можешь потратить очень много усилий да то есть построить дом ты делаешь это один раз на событий на момент который ты набрался силы чтобы сделать не топишь печку каждый день да если там ты делаешь какое-нибудь дело типа там построить дровяник и заготовить во время дрова то это как сказать это влияет несуразмерно на твое кпд в принципе да то есть когда у тебя сухие дрова у тебя кпд там возгорания там 30-50 процентов больше ты там 30-50 процентов меньше дров ждешь там заносишь дрова там не из-под снега там из-под крыши то есть эти все вещи они очень сильно влияют и я считаю что все-таки имея возможность смотреть на этот год уже с высоты 2019 года да там январь 2019 года это была ошибка что мы не потратили больше времени заготовки дров а именно на строительство хотя бы одного хорошего дровяника сразу первый же год мы бы потратили намного меньше силы силы и там денег и времени вот если бы мы бы заготовили дрова сразу то есть и дровяник и именно здесь дровяник да то есть дров то можно готовить целую гору но если нет дровяника хорошего то как бы смысла нету поэтому будем делать дровяник вот эта ошибка признаюсь вот поэтому вот можете ритуально меня ударить еще один одна большая ошибка когда я поехал в получается в прошлом году в позапрошлом году уже позапрошлом уже позапрошлом году уже позапрошлом году поехал в китай это мы привезли с собой оттуда турбина водяной для того чтобы установить гидро гидроэлектроэнергии здесь на ферме что и потом мне такой подарок судьбы человек нам подарил как бы мы хотели с этим человеком делать некий бизнес связан с импортом солнечных панелей пока бизнес не состоялся но панели так и остались да то есть и я думаю ну ладно есть а потом я узнавал по поводу турбину что установить турбину мне нужно не 100 тысяч рублей как я планировал на трубы чтобы устанавливать турбину без плотиновой формы а нужно 200 тысяч я думаю ой жаба задавила лишних 100 тысяч тратить на на труб это будет очень очень дорого а тут как раз у меня такие бесплатные панели думаю надо их установить будет солнце светит будет все хорошо но конечно надо иногда подзаряжать аккумуляторы иногда генератором и все будет нормально да то есть и это была великая ошибка потому что это как с дровами да вроде как ты считаешь там 5 литров в день там 5-5 лет в день не дай бог конечно ну и надо это считаешь там несколько часов в день когда пасмурная погода, или там 4-5 часов в день, когда опасная погода, вот, и вроде как ничего, но потом начинаешь смотреть опять, сколько раз я об этом говорил, даже финансовое управление, амортизируй свои расходы, планируй вперед, ну, не, это так тяжело иногда делать, вот, и получается, что очень много бензин сожжено, и по итогам этой зимы, наверное, уже мы бы окупили эти трубы, ну, лишние, ну, нет, не так сильно, конечно, много, ну, треть, по крайней мере, мы бы купили, вот, поэтому лучше было бы, конечно, установить, устранить вот эти системные моменты, которые повторяются каждый день, потому что именно маленькие лесницы съедают виноград, именно маленькие вот такие повторяющиеся моменты, это то, что тебя, в конце концов, убьет, поэтому в этой весной первым же делом, первым же делом ездим, забираем трубы, устанавливаем мини-газ, для всех любителей меня страшить законом, вот, пишите внизу про то, как нас закроют, и нас там посадят, и все остальное, спасибо, я в курсе, вот, а еще, последняя, еще какая была ошибка, ошибка в этом году, также связана с альтернативной энергетикой, вы знаете, что я научился по поводу альтернативной энергетики за эти два года, за последние два года я научился, что альтернативная энергетика классно, если у тебя вообще нет другой альтернативы, то есть, покупайте землю там, где сети проходят мимо, или тратите деньги на то, чтобы сеть привести, да, я согласен, можно как резервный вариант иметь панели, иметь генератор, иметь там еще что-то, но, вот, это не сильно экономически оправданно, этот бесплатный электроэнергия, я вам скажу, обходится нам очень-очень-очень дорого, поэтому, спасибо, чтобы поддерживать, у нас свет еще не богат, один еще момент, это, я изучал альтернативную энергетику, я рисовал схемы для подключения этих солнечных панелей, там батареи, все-все-все-все-все, как бы, у меня весь этот мой, как бы сказать, проект, все здорово, и каким-то боком, каким-то боком, я где-то упустил момент с зарядом аккумуляторов, я помню, что их нужно заряжать до 100%, я помню, что не нужно их допускать до ниже 50%, но где-то я упустил вот этот момент, что 48-вольтовый аккумуляторный ряд, когда у него 48 вольт, он не 100%, и мы несколько месяцев подряд недозаряжали, и были такие достаточно большой, как сказать, износ, повышенный износ на аккумуляторном ряду, вот, и это, конечно, было больно, но мы дохромаем эту зиму, запустим микрогаз, я надеюсь, что и эти аккумуляторы еще хотя бы там 3-4 года смогут послужить как буфер, да, потому что, когда есть мини-газ, аккумуляторов нужно намного меньше, потому что получается, что у тебя постоянно идет заряд, 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 в отсутствии от солнца, ну, в отличие от солнца, который там ночи, ну, как вы знаете, он немножко имеет свойство гаснуть, ну, то есть иметь в виду уходить туда, это для плоскоземельца он гаснет, а так для нас он уходит за горизонт, вот, поэтому это вот третья такая большая ошибка за 2018 год, четвертая, вы скажете Justice, как ты можешь забыть, да, я еще не забыл, по поводу коней, что ты скажешь по поводу них, я скажу, ребята, это была не ошибка, да, нам пришлось купить трактор, нам пришлось залезть даже немножко, как бы сказать, в долг, но, слава богу, вроде как мы уже отстреляем его в этом году, как бы, чтобы купить, провести трактор, вот, ну, может даже коней продадим, чтобы это все отдать, чтобы все это уравнение, все было нормально, вот, но я все до сих пор считаю, что это была не такая большая ошибка, ошибка была в том, что мы, я лично откусил больше, чем смог проживать, то есть, переезд на новое место, строительство фермы с нуля, без дома, полностью вся инфраструктура, плюс энцефалит, плюс менингит, плюс, там, баралиоз, плюс, там, ну, все, что мы, условия далеко от дороги, 6 км дороги, там, от нас до этого, 5,5, от нас до трассы, все вот эти моменты, они просто наложили свой отпечаток, и не было достаточно времени, чтобы просто заниматься конями, и не было силы, а когда уже силы появились, уже не было времени, вот, поэтому я до сих пор верю в рентабельности, как сказать, этого проекта, что кон на тяге до определенного масштаба может быть выгодным и в современных условиях, но, к сожалению, не нам это реализовать, поэтому для нас это большой печаль, у меня есть идеи по поводу конной тяге, но про это я расскажу вам в другое видео, вот, поэтому такие вот несколько ошибки по поводу амбар, скажешь, а как, а что ты забыл про амбар, а великая, самая большая ошибка в 2018 году, подземный амбар, я еще с этим не согласен, есть проблемы, как я говорил в предыдущем видео по поводу плесни и по поводу влажности, но я надеюсь, что мы сможем это устранить, почему мы сделали подземный амбар, и почему я до сих пор не думал, что это ошибка, потому что это в 4-2-4 раза дешевле, чем самый дешевый другой вариант, вот, и поэтому это очень хороший метод строить большие помещения для, ну, среднего количества поголовья, как у нас, допустим, поэтому я надеюсь, что это приблизительно, ну, не исчерпающий список моих ошибок, но для вас достаточно, чтобы этот ритуал совершить правильно, надеюсь, что вы воспользуетесь моими какими-то греблями для того, чтобы вы сами на них не наступали, вот, надеюсь, что вы, если будете делать какой-то проект, что смотрите, пользуйтесь, набирайтесь с опытом, я считаю, что часть моего, как сказать, не знаю, Богом дано миссии для вас, в плане фермерства, в плане, там, переезда на землю, это попробовать на себя какие-то ошибки, набить на свою голову какие-то шишки, вот, чтобы вам их не повторять, чтобы вам жило спокойнее, вот, и, как сказать, без боли, ну, вот, на этой Господней земле, ставьте Бога.